У нас дорогие гости, 20 человек, дети из Красногоровки. Красногоровка находится на самой линии разграничения. Вот сегодня, вчера я с утра звонил туда, там с утра разрываются снаряды, идет стрельба. Мы очень рады, что мы их смогли вытянуть в нашу мирную жизнь. Мы очень рады, что они увидели Харьков. Мы очень рады, что они могут видеть, к чему надо стремиться. Мы надеемся, что они поняли, что Украина их не бросает. Почему? Потому что эти дети уже 5 лет не видели, по сути, ничего из мирной жизни. Но самое главное, что вот они здесь расцвели. Они увидели наш город, действительно красивый, потрясающий. Мы с ними были в парке Горького, катались на канатной дороге, ездили на аттракционах, заходили на источник, много фотографировались. Ну, конечно, Фельдманакопарк. Почему? Потому что мы хотим показать, насколько красивой может быть мирная жизнь. Мы хотим, чтобы они увидели наш город, увидели и прониклись. Мы рады, что этот проект мы запустили. Надеемся, что в будущем будем привозить еще детей из украинской школы ВСЛК. После того, как я разместил в Фейсбуке ссылки на эти мероприятия, то, что мы собираемся сделать, достаточно большое количество неравнодушных харьковчан откликнулось. Кто-то предлагал завтраки из своих заведений, кто-то предлагал какую-то культурную программу, кто-то просто спрашивал, чем мы можем помочь, может быть, финансово, может быть, хотя бы просто гидом провести по Харькову. Оказывается, мы не должны забывать, что они есть. Это не какие-то чужие дети, это наши. Детей чужих не бывает. Вот они все наши любимые дети, и мы очень рады, что они оттаяли. Если они с самого начала приехали чуть зажатые, то сейчас они ходят расслабленные, они ходят по территории экопарка, удивляются, фотографируются, смеются. За это многое можно отдать. Могу сказать одно, что такие проекты нужны не только им, но и нужны всем нам, чтобы мы не забывали, и мы отдавали маленькую частичку, может быть, себя, может быть, каких-то своих статков для того, чтобы наши дети все чувствовали хорошо.